Ну что же, начинаем экспедицию, друзья, в последний матч сегодняшнего дня, в котором Фроузен столкнется с Ксиксу, два именичайших игрока мира Хардстоуна, друзья, Алисами Бородава Микрофонов, и давайте же посмотрим, чем это закончится. Сможет ли Фроузен стать агентом 007? Сейчас у него стата 006, у Ксикса достаточно серьезные, амбициозные и даже агрессивные планы. Ну, Ксикса вообще далеко не самый лайтовый представитель профессионального Хардстоуна, он знаменит своими колкими высказываниями, тролльными фразочками, ну и в принципе очень такой харизматичный, интересный представитель Германии. Ну и его лайнап выглядит следующим образом, это Аградруид, это Мидрэндж Мурлок Паладин, Сикрет Мигиф Маг и квест Разбойница от Ксикса. Да, в свою очередь там более контрольный лайнап от Фроузена, друзья, он выбрал более от Мидредакции, то есть по сути мало что придумало нового. Он играл на контру квест Таунт Воину, он подбирал свой лайнап таким образом, чтобы убивать квест Таунт Воинов, и ему не повезло, у него группа была без квест Таунт Воинов, и только у одного человека был квест Таунт Воин, это был сам Фроузен. Это, знаешь, звоночек из прошлого, когда уже все прошли мету, играют, грубо говоря, чем-то новым, а ты все, продолжаешь контрить Таунт Воинов, и вот, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Да, друзья, это Джейд Элем Шаман, это Таунт Воин, это Джейд Друид и опять-таки Жрец, по-моему, Дракона Жрец, достаточно странные редакции, если я все правильно помню. Но в этом Джейд Шамане нет инволюции, друзья. Это еще один момент, в скобочках, вопрос к Фроузену. Ну, давайте вспоминать вместе, потому как давненько мы уже не видели этого парня в рамках игр Star Series третьего сезона, совместного с iLeak. Ксикса пока тоже готовится, собирается, думаю, скоро и вебку подключат вместе с теми звездочками, которые мы уже успели посмотреть, увидеть. Ну, тут поступила у нас просто информация, что мы уже говорили, что Ксикса сейчас находится в Китае, и с Китаем у нас очень разные временные пояса, и у него сейчас безумно-безумно поздно, и я надеюсь, что у нас он соберется и покажет лучшую свою игру, несмотря на сонливое состояние и, возможно, даже состояние усталости какое-то. Так и есть разница, с китайским временем примерно 6, в скобочках, 5 часов бывает, да, по-разному, потому как, ну, понятное дело, это норма. Я просто до сих пор вспоминаю, когда наши лан-финалы проходили в Китае, в Шанхае, мы запускали стрим, по нашему времени, по Украине, России, по МСК, по Киеву, у нас трансляции стартовали в 5 утра. И мы были безумно в восторге, в скобочках нет, но нас никто не спрашивал, потому что работали мы по китайскому поясу, по китайскому времени, и серьезно мы просели в плане просмотров в СНГ, но тут уже выбирать не приходится. Но есть хорошая новость, что на этот раз мы все-таки будем по нормальному времени вести трансляцию, ведь лан-финалы в Киеве. Да, наконец-то, друзья, это классно, это супер. Ну и где же Кстикса, куда же он пропал? Включай уже скорее вебку и давай, давай играй, давай смотреть, что же там хорошего-то Фроза. Мы тоже видим, уже отдохнул, немного выдохнул после провала на американском весеннем чемпионате. Откровенно говоря, не заехал, ему, по-моему, выступил он там со статой 0-2, так же, как и многие профессионалы, и просто закончил это выступление там 0-2, то ли 1-3, что-то подобное. И потом написал твит о том, что мой оппонент лакерок, да подброс монетки он выиграл, просто не зашло, и все, и поэтому я проиграл. Именно примерно вот таким, друзья, есть всегда твиттер, можно загуглить, Фрозен твиттер, будет вам помощь. И будете получать информацию из первых рук, непосредственно из социальных сетей игроков, очень часто еще спрашивают, вот как можно с теми или иными игроком связаться. Как раз таки соцсети для зарубежных пользователей, в основном это как раз таки твиттер, для СНГшных ребят обычно у них есть паблики ВКонтакте. Да, если вдруг вы хотите, можете написать им что-то, я, как правило, многие отвечают, многие там лишний раз не скромничают. А Ксикса еще и патролить может, поэтому будьте осторожны. Это точно. Ну и на стримах, в том числе, друзья, всегда это хорошая возможность, правда, по часовому поясу надо вовремя зайти, что Ксикса, что Фрозен. Ну, Ксикса вообще одни из лучших смайликов в рамках Хардстоуна, там золотой сморг. Ой, да, вот, да, Друид, вот эта классная отрисовка. Друид, сумасшедший, да, да, очень классный. Хант, чудной. В общем, там с душой кто-то поработал. Спасибо Ксиксе за это, жаль, но не так часто он в последнее время стримит, постоянно в переездах, видимо, ворвался. Карьера профессионального игрока беспощадная. А ты знаешь, кстати, что за мероприятие сейчас в Китае проходит, что Ксикса ворвался к LA's на буткемп? Ну, не знаю, мероприятие, не мероприятие, может быть, просто приехал в гости. Ксикса вообще достаточно такой, он не привязан к одному месту, несмотря на то, что он сам с Германии. У него один из лучших его друзей Surrender, который проживает в Корее, и Ксикса очень часто к нему наведывается в гости. То есть он в Азию часто мотается. Он мотается в Корее, он мотается в Китае, он дружит с ребятами, с представителями азиатского Хардстоуна. Ну и, соответственно, с ними много общается и проводит много времени с ними. Поэтому он может себе позволить просто банально съездить там на недельки-две, а там с Китая могут махнуть к Surrender и... И там уже как пойдет. Это что такое? Сикса? Это что такое? У меня... Это должна быть квест-разбойница, но это не квест-разбойница. Ребята, почему там живые корни? Почему мы видим... Это вольный режим, что ли? Они что? Нормальные вообще, ребята... Что происходит? Нет, ну в целом... Это пират Рога. Это подготовка, я думаю, к вольному режиму, друзья. Я... Мне интересно посмотреть, чем это закончится. Я думаю, что, скорее всего, этот матч у нас особо ничего не решает в рамках StarLadder. Поэтому, видимо, наш судья решил дать ребятам добро сыграть на любых колодах, на каких они хотят. Смотри, золотая пуха будет, сейчас настреливать будем. Ту-ту-ту-ту-ту-ту в лицу-то друида. Да, буйный рост у тебя, да? У нас есть пушка. Давай, хороший, сразу же, сразу же. Пират Южных морей, Фрозен улыбается. И тут пара выстрелов в лицо. Ксикса, красавчик, просто на третьих ходах. Дальше идёт сомнительный делец, сотри кристалломаны. Вот это да. А, между прочим, он любил пират Рогу. В своё время он даже брал легенду на этой колоде. Слушай, ты мой, вот это прелесть. Я помню, ты пробовала играть на чём-то подобном и поняла, что он просто либо дико упрямый, либо, я даже не знаю, на этой колоде... Либо-либо. Либо нереально крутой заход, и ты выносишь, либо оно просто банально не работает друг с другом. Но да ладно. Здесь у нас активный сомнительный делец получает плюс один-один, если у вас под контролем есть пират. Но у нас открывается через дерзкую налётчицу Ксикса, через двух дерзких налётчиц, и ничего себе крак. Ну, а нормально, нормально, такой стол, друзья. Тот самый... Да, самая сборка друида, я думаю, от Фроузна, которую он показывал уже не раз на ни одном чемпионате. Это тот самый малый друид. Видим древо, видим огоньки, и тут лазурный дракончик-то появляется на старе вновь. Заскучали мы уже совсем без этого парня, без этой карты. Крак, да, действительно. Я вот жду, пока он заиграет, жду, когда будет возможность у меня сыграть его. Но уже ушли те времена. Ушло дополнение в вольный режим, и надо пылить, наверное. Не дождался я. Ну, пиратрога, топовая, топовая колода, друзья. И смотрите, да, вот сила некой природы. Неплохо. Так, почему без рывка? Что за подкрутка? Ну, рев на руках есть? Есть, правильно? Правильно. Правда, в двух кодах? Автобродобрей. Теперь мы можем разменять. Идет хладнокровие. И поехали бить лицо. Давай, давай топить. Нормально, нормально. Затопили-то. Надо разменять древко-то одно. Вдруг там рывочек-то появится. Древо войны. Уходим в трейды. Уш, трейды, конечно. Далее. Крак. Крушить. Крак ломать. Дживс. Дживс. Это тоже хорошо. Дживс на следующий ход сыграет на ура. Таким образом мы... Да, улыбайся, Фароза. Ну, что ж, спасибо ребятам за то, что... Только вот теперь я уже боюсь предполагать, какие колоды они нам покажут. А я вот, ты знаешь... На полном серьезе. На полном серьезе хочу. Я такая сижу, говорю, ребята, у нас тут пипец, лайнап, агро-друид, мидранж-мурлок-паладин, секрет-медиума-квест-разбойница. И тут просто залетает пират-рога. Пират-рога. И ты такая, что происходит? Остановите землю, я сойду. Классно, классно, ребята, это, ну, очень большой подарок от нашего босса, от нашего главного судьи, да и Ксикса с Фроузом тоже не ударили в грязь лицом, собрали классные колодки в вольном режиме и показывают нам невероятный класс. Класс действительно невероятный. Ну что, как будет здесь отыгрывать Фроуза? Учительница и гневом будем забирать Макрака. Так и будем делать. Я билку прожимаю, ударяем в лицо. Да, ну, таким образом у нас 6 хп офф для роги. Ну, давай сейчас нам Ксикса поднимает Лероя. И это будет легчайшее. Летал, вижу летал. Давай Ксикса. Жечь. Ксикса, Ксикс. Но есть дживс. Друзья, я хочу видеть больше, я не хочу сейчас увидеть Лероя, стоп дайка. Вот серьезно. Это дживс. Это дживс. Активируем оружие, даем автопродобре и наносим еще 2 единицы урона. Нет, училку менять будем. Вот даже так вот дживса старается сохранить. С учетом того, что это училка, как бы это ни был токен Труид вообще, знаешь? Вот что, любопытно. Боже мой, Ксикса, Ксикса нормальный вообще, что это? Нет, это Мали. Мали, все в порядке. Возможно, Мали токен через одну учительницу, как в старые добрые времена. Забираем три карты. Размах. Хорош. И идол еще. Размахом подчищаем весь этот стол. Он думает, а надо ли оно мне вообще. Игорь, а ты готов к комментированию турнира в вольном режиме? Мне кажется, это будет очень круто. Это будет очень круто, но ты представь, о скольких картах мы уже забыли. Нет, они в наших сердцах. Скольких карт мы уже не знаем и не помним. Не правда. Не забыли. Классные ж карты. Ага, каждый раз, когда призывает пирата, получает стелс. Неплохо. Здесь у нас клинок, который дальше можно будет намазать ядом. Ну и тут как-то пахнет жареным для Фроузена. Идол, идол. Что хотим получить? Звездопад, Размах и еще какой-нибудь АУЕ. Давай, поехали. Фроузен. Не, только не баг режима наблюдения. Пожалуйста. Пожалуйста. Нет, 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 нет. Судя по всему, ничего не находит там Фроузен. Ноу, мы не можем досмотреть финал партии. Ага, я понял. У нас есть второй и... Ну тут сейчас гадает Ксикса, что ж там накапывает-то мой оппонент, а? Что же на... Выражение лица Ксикса, я должен быть серьезным. Не улыбаться. Я должен быть серьезным. Но так и проскакивает улыбка. Да классно. Такой, блин, думать серьезно? Я на пират-роге против тебя играю. Смоленой страж. Боже ты мой. И тут мы сейчас лунный огонек отдадим. Еще разок даже копнуть. Принимает решение Фроузен. Но мы этого, конечно же, не увидим. Режиссер в восторге. Вы бы слышали этот восторженный голос. Да, принимает решение похилиться и просто с помощью лунного огонечка залеталить одного из пиратов. Что вообще тут происходит? Врывы. Ой-ой-ой, смотри. Шквал. На шквал-то теперь в лицо не летит. Ну и я ты теперь пушечка 5-3. Росток Сикс улыбается. Понимает, что такое не законтрить. Есть прожорливая слизь там у тебя, друг. Но этот смоленой страж 100% должен выходить плюс. Нет, выражение, конечно, лица для Ксикса это шедевр. Это бесценно. Давай посмотрим, может ли каким-то образом здесь спастись Фроузен. Если мы ставим смоленого стража, то это все дело сдувается. А теперь шквал клинков не дает возможности тебе наносить урон лицо. В старые добрые времена. Масло рога, помнишь? Вот это классное. Это бы снесло тебе кабину. Ох, были времена. И лазурный дракон. Как я по нему грущу. Лазурный был так хорош. Да он и сейчас неплох. Ох, заглядываешь в такой вольный режим. И там все здорово, все отлично. Ну и что, найдет ли Ксикса возможность залеталить? Тут из последних сил живет Фроузен на шести единицах здоровья. Шесть хпшечек. И это яд и возможность забрать смоленого стража. 7-2 и следующим ходом летал. А у Фроузена нет таунта. На том 4-5 урона есть. Звериное неистовство. Стоп, стоп, стоп. Да, 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 это летал. Неплохо. 2 дает рев. Коготь дает 2. То есть 4 в итоге. Далее звериное неистовство. Это 4. И лицо Фроузена. Видно только глаза, но по глазам все понятно. Это звериное неистовство. Это Коготь. Это эпичный финал, друзья. Фроузен все-таки вырывает победу у Ксикса и его пират-разбойницы. Причем под ноль. Ты посмотри, вносит девятку. Красиво. Ребята, просто большие молодцы. Я очень надеюсь, что это БО-5. Или даже БО-7, чтобы мы посмотрели. Лучше БО-16 на всех колодах. Я согласен. Заверните 2, пожалуйста. Давайте БО-16. Потому что... Нет, 0-3. Я не согласен. Ах, это все-таки техлуз. И Фроузен благодаря Ксиксу не станет... Не становится агентом 0-7. Агентом 0-7. Это досада, ребята. Но почему одна партия? Но почему больше? Ну, давайте 3 таких. Ну, нет же. Эх. Ну что, я думаю, что уже смело можно подводить итоги. С группы А у нас напрямую на лан-финалы в Киев выходит Найман и Найерея. Наши ребята топим за наших. Ну, и с группы Б мы увидим на лан-финалах Эрдию и станцивку. Сегодня у нас была очень напряженная борьба за 3-4 место за слоты в сетку последнего шанса. Да, и смотрим. Видим мы Тайса и Ксикса с группы А. И с группы Б за Лайя и Каленты. И если честно, глядя на все эти имена, даже не знаешь, за кого болеть-то на Ласт Ченсе. Напоминаем, что завтра, друзья, он ждет вас. И в 19.00 по Киеву, по Москве. Поэтому обязательно приходите. Не пропустите. Завтра Калента будет драться за возможность все-таки поехать на лан-финалы. Причем драться в первом раунде он будет у нас с Тайсом. Смотри, кстати, подъезжает информация от наших зрителей. Подсказывают они, что в Китае сейчас проходит чемпионат в Вайлд-режиме от Team Celestial. Друзья, это большие классные новости. Будет что посмотреть на досуге. Спасибо тебе большое, добрый зритель. Сетка последнего шанса, Double Elimination, насколько мы видим, выходит только один. Тайс против Калента первая партия, Ксикса против Золая вторая. То есть, насколько я понимаю, да, не будет возможности переработать колоды. То есть, в целом, у Ксикса и, я бы даже сказал, Золая, вот я бы поставил на кого-то из этих двух ребят. Но при этом и Калента, и Тайс очень сильно заряжены на то, чтобы вернуться в Киев и посетить наши лан-финалы. Да, завтра нас с тобой ждет невероятное противостояние, крутое зрелище. Причем у нас у Золая супер сморк лайн-ап, у Калента более сбалансированный. И раньше такой, да. У Тайса тоже более-менее сбалансированный лайн-ап. Завтра будет действительно очень крутой микс. И у Ксикса такой сморк своеобразный. Да, да, у нас будет завтра очень крутой микс агрессивных лайн-апов и контрольных лайн-апов. Формально можно даже сказать, что будет 50 на 50. Поэтому завтра нас с тобой ждет 6 бестов 5, по результатам которых мы узнаем последнего финалиста. Вижу, вижу, друзья, что в чатике все рукоплещутся. Большое спасибо еще раз нашим представителям, которые порадовали нас. Жаль, нет, это не полноценная БО-5. Но будем надеяться, что скоро будет и вайлд-формат. Мы посмотрим его. Уже вот много есть информации о том, что на Близконе нас ждет вайлд-формат турнира. То есть сам чемпионат мира будет проходить где-то в отдельности от Близкона. Но это уже совсем другая история. Да, наконец-то чемпионат мира по Хардстоуну решили вынести в отдельное мероприятие. Потому что Близкон — это большой стресс, это огромная нагрузка, потому что они делают финалы по всем своим дисциплинам. При этом это еще и игровая выставка. И все происходит очень суматошно, скомканно. И я счастлива, что чемпионат мира по Хардстоуну выведут в отдельную дисциплину и будут проводить в отдельное время. А на Близконе у нас появится еще один турнир, на котором мы сможем провести время, понаблюдать за нашими профессионалами, но в более хайп-режиме. То есть мы увидим вот что-то подобное. Но будем откровенны, все уже соскучили со всем этим стандартным режимом по агророгам, пират-рогам, вот таким вот мали-друидам. Несмотря на то, что многие из колод были распылены, друзья, сейчас эти ребята наверняка... Кто распылил, ставь сморг в чат. Да, но никто не распылил. Ну, в смысле, многие на самом деле распылили. В кладовочку-то складывают карты, вот легендарка к легендарочке. Ну, не у всех есть огромные запасы пыли. Вот у меня, например, никогда не было проблем с пылью, с картами. Но даже сейчас, когда вышла экспедиция Вунгора, я начала осознавать, что мне не хватает где-то пыли, где-то карты. Я поглядывала на карты с вольного, а потом такая, да нет, потерплю чуть-чуть. И я не пожалела, потому что анонсировали турнир, анонсировали кучу крутых вещей, которые ждет нас в Wild формате. Но я думаю, что в ближайшее время должны выпустить еще дополнительные новости по этому поводу. Да, друзья, не забывайте также о том, что у нас, насколько я помню, завтра еще продолжается Харстон Глобал Геймс. По расписанию я сейчас не посмотрю, но уже совсем другая история. Обязательно следите за нашими социальными сетями. Завтра день у нас насыщенный. Сказали, что мы с тобой стартуем завтра не в 19.00, а в 20.00 на час позже. Да, в связи с тем, что есть еще Харстон Глобал Геймс, друзья. То есть завтра день у нас насыщенный, поэтому приходите обязательно. По-моему, с 11.00 стартует КГГ, а в 20.00 уже будет сетка последнего шанса. Поэтому, друзья, добра вам, доброй ночи и пока.